Это, пожалуй, первый случай в советском суде, когда подозреваемого в тяжких преступлениях проводили в зал под аплодисменты. На заседании по делу ректора Рязанского государственного университета Андрея Минаева подозреваемого в мошенничестве и превышении полномочий привели студентов и преподавателей. Я, конечно, здесь прежде всего, чтобы по-человечески, морально, поддержать присутствием просто своим. Присутствовать на заседании смогла не вся группа поддержки. В зал вошли 16 человек, только предусмотрено место и все представители прессы. Следователь предложил выбрать меру пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу. Это обусловлено тяжестью преступлений, в которых подозревают Минаева. Они тяжкие, а во-вторых, связанные с бюджетными банками, с коррупционной направленностью, поэтому, в принципе, ну, можно сказать, с тяжестью, да, совершенно при этом занимаемая должность определенная, в связи с тем, что свидетели по уголовному делу являются фактически все подчиненные, поэтому введу изоляцию и избирается такая мер пресечения. Прокурор предложил выслушать защиту, чтобы потом высказать свою точку зрения. Защита настаивала на домашнем аресте. Считаю, нецелесообразно здесь избирать меру пресечения в виде заключения под стражу. Это, ну, чрезмерно строгая будет в данном случае мера, вот, потому что те основания, которые указаны следствием, во-первых, у нас подозрения все-таки, на мой взгляд, носят больше не конкретный, местами надуманный характер, а, откровенно говоря, дело не готово, то есть у нас возникает масса вопросов, и при этом наш подзащитный готов давать показания, да, готов как бы прояснять эту ситуацию, потому что это, в первую очередь, в его интересах, чтобы его доброе имя, собственно, было сохранено. Заседание продолжили после перерыва. Я полагала, возможно, удовлетворить податься к следователю об избрании меры пресечения Минаева Андрея Ивановича в виде заключения под стража на один месяц 30 суток, то есть всего до 31 мая 2019 года включительно. Как установлено в ходе предыдущего настоящее судебное заседание, Минаев привлекает к уголовной ответственности за совершение умышленного тяжкого преступления, за наказание, за которое предусмотрено вплоть до лишения им свободы до 10 лет, а также штрафом в размере 1 миллиона рублей. Андрея Минаева арестовали в зале суда. Он пробудет в СИЗО до 31 мая. Дина Ислева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».